здравствуйте друзья в этом уроке мы с вами рассмотрим практический кейс по созданию сенсора который будет точно определять наличие сидящего человека это пригодится для разных автоматизаций например по управлению освещением или климатом которые зависят от того есть человек в комнате или нет так как датчик движения если вы сидите неподвижно в этом плане не самый хороший помощник сигнальным элементом нашего сенсора будет недорогой датчик давления который устанавливается в автомобильное сидение его можно купить и в автомагазинах и на алиэкспресс ссылку смотрите в описании основной плюс именно этого сенсора в том что он изначально предназначается для того чтобы на нем сидели то есть это именно случай целевого применения конструкция датчика очень простая он состоит из двух гибких пластин на каждой из которых находится по 11 контактных площадок в обычном состоянии они не касаются друг друга а при давлении соединяются замыкая электрическую цепь для крепления датчика применяется уже установлены производителем двусторонний 3м скотч габаритные размеры датчика 17,6 на 15,4 сантиметра а длина комплектного провода 40 сантиметров штатно провода конечивается стандартным разъемом который нужен для автомобиля но в нашем случае он лишний как многие уже догадались для того чтобы пробросить состояние датчика давлением home assistant мы используем датчик открытия моем случае я взял zigbee датчик от санов ссылка на обзор в описании как наиболее дешевый из доступных напомню что принцип действия этого датчика как раз основан на замыкание и размыкание электрической цепи чем и занимается геркон он длинный и черный геркон реагирует на магнит когда он рядом цепь замкнута когда далеко разомкнута датчик поддерживается интеграции zigbee to mqtt которые пробрасывают его текущее состояние его изменения в home assistant тип датчика бинарный то есть у него есть два состояния включена и выключена или для такого класса устройств открыто и закрыто все предельно просто нам нужно припаять два провода от датчика давления контактом геркона датчика открытия каком порядке совершенно не важно это просто замыкание размыкание вот так он работает если давление нет статус файлс разомкнута если давление есть статус true замкнута теперь тест на кресле его простите распарывать не буду как помещать датчик непосредственно в сиденье вам придется решать самостоятельно но тестированию это не мешает сверху накрываю пледом можно считать что датчик находится внутри сиденья кстати в этом кейсе размещение датчика наверное самая сложная задача когда на кресле никого нет статус датчика фэлс когда есть статус true но этим я не ограничился и сделал отдельный сенсор на платформе шаблонов который отслеживает состояние датчика открытия и включается когда он замкнут я ему присвоил класс сенсор присутствия он наиболее подходит для этого случая по моему мнению кроме этого я подумал что не лишним будет сделать задержку на отключение этого сенсора чтобы он не реагировал на кратковременные так сказать отрывы 5 точки от сидений в этом примере сенсор отключится только через минуту после того как давление прекратится вот его история когда кресло пустое сенсор присутствия показывает что никого нет для этого сенсора состояние интерпретируется как дома и не дома как только я сажусь он изменяет состояние показывая наличие человека в кресле при этом даже если я моментально встану он еще в течение минуты будет считать что я там есть а вот пример автоматизации которая отслеживает изменение состояния созданного нами сенсор причем само состояние в триггере я не указываю он будет срабатывать при любом его изменений а обработка состоянии происходит секции action и как только кто-то сядет в кресло светильник моем примере это настольная лампа и light включится с заданной яркостью цветовой температурой а когда сенсор выключится нашем примере через минуту после того как кресло опустеет то лампа выключится вот такой кейс в котором светильник управляется в прямом смысле этого слова пятой точкой и как всегда ссылку на текстовый файл с примером сенсора и автоматизации показанная в этом уроке вы найдете в описании под видео на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также купоны акции на товары умного дома вы можете прочитать моем telegram канале ссылка в описании до свидания до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok